Бокер Тов, доброе утро дорогие друзья! Мы начинаем наш четвертый урок в понедельной главе Торы Бехукатай И у нас есть не только страдания а есть еще и утешение и надежда И Всевышний говорит При всем этом, что вы будете жить среди других народов Я не дам им сделать так, чтобы вы забыли веру забыли Тору то есть ушли от Бога своего Я это не допущу И не за наши заслуги а за заслуги наших праотцов за заслуги Аврагама за заслуги Цхака за заслуги Якова И наши мудрецы говорят что имена Сары, Ривки, Рахеля, Илеи здесь не упомянуты но есть на это намек, что и союзницы наших праотцов тоже они тоже это заслужили и если мы даже попытаемся затеряться среди народов Всевышний не допустит и Он их накажет за это и говорит нам, что если еврейский народ опять обратится ко мне и начнет соблюдать заповеди то я сразу же сразу же их восстановлю сразу же признаю их своим народом как и раньше то есть все вернется моментально только говорит возвратитесь ко мне то есть не надо будет ждать годами только мы начнем соблюдать заповеди сразу Всевышний нам откроется и интересно рассказывает наша Тора говорит, что устная значит Шимон праведник это уже второй храм и Александр великий Александр Македонский Кутим они были врагами Израиля они сумели так наговорить Александра Македонского чтобы он пошел войной на Иерусалим Александр идет и тут видит картину навстречу ему выходит старец облаченный 8 одежд первосвященника это был Шимон Ацадик который был величайшим первосвященником он 40 лет служил Всевышнему первосвященником в храме и во втором храме и во времена его служения чудеса были такие как в первом храме то есть когда отводили козла козозелю то лента которую привязывали к воротам храма также становилась белой когда козла сбрасывались в пустыню то есть это были чудеса так вот Александр когда увидел этого цадика он говорит я увидел во сне и когда Шимон беседует с Александром то его сердце просто склонилось на сторону еврейского народа и он понял что он совершил ошибку и после этого он даже не пошел войной на Иерусалим и признал могущество Всевышнего и дети которые родились в следующее поколение их называли всех Александром их различали по отчеству на сегодня наш урок заканчивается урок был дан за поднятие душевого папы Яков Беннахум дяди Владимир Бен Григорий брата моему Павел Бен Ефим Хая Малка Бат-Йосин Мира Бат-Аврагам Роза Бат-Михаэль памяти Ури Бен-Харитон Мендель Бен-Мендель за здоровье Светлана Бат-Клара Шимон Бен-Ицхак Борис Бен-Мария Анна Бат-Рим Каприна Пьер Бат-Соня Сура Лена Бат-Клара Аржея Бат-Ида Анна Бат-Елена Евгений Бен Софи Двора Бат-Мириам Моисей Бен Ева Ирина Бат-Двояра Йосиф Бен Раиса Инесса Бат-Маэль Евгений Бен Берта Евгения Бат-Ида Фира Бат-Ана Замасла Параса Згула Ирина Бат-Ури Агрон Риебен Ури За хороший дух Арон Риебен Двора Низ Бен Ахум Абигаль Бацара Записывайтесь на мой канал Подписывайтесь Ставьте лайки До следующих встреч Шаббат Шалум Абигаль Бат-Ури